всем привет сегодня поговорим о очень важном вопросе еще год назад я поднимал вопрос почему частичная мобилизация началась именно в осеннее равноденствие я объяснял важность и даты и места и вот сейчас мы возвращаемся снова к этой точке будет ровно год это время подведения неких итогов плюс к этому в октябре будет серия важных затмений и получается что ближайшие три недели скажем так конец сентября начало октября они решающие по теме сло для россии и если в это время не будет каких-то серьезных изменений фронт удастся удержать все будет примерно в том же русле то конфликт далее начнет затухать будет переходить такой тлеющий режим и мы может быть в общем то выдохнем более-менее так спокойно но по моим сведениям украины есть еще один козырь в рукаве они скажем так использовали не все что им дали и по лайке вещей именно вот этот промежуток они могут пойти ва-банк и если это произойдет а главное им удастся что-то радикально изменить ну например нанести очень серьезный ущерб или где-то серьезно подвинуться на фронте то это будет значить что задается тенденция на продолжение конфликтов в его скажем так острой фазе примерно до мая следующего года и вот тут уже вопрос частичной мобилизации станет очень остро потому что нужна ротация нужно пополнение за одна история 2 я объяснял что в плане экономики все очень непросто но вы сами видите уже курс вы сами видите цены на бензин и есть еще одна очень важная вещь также в своих видео про цены на бензин я объяснял что эта история может быть тесно связано с темой выборов вообще скажем так предвыборная кампания по астрологии уже стартовала и то как она разрешится во многом закладывается именно сейчас соответственно на снова ближайшие недели три будут определяющими для 2024 года в россии поверьте может произойти самые неожиданные возможно катастрофические вещи и будем молиться чтобы этого не было ближайшие три недели решают очень много